В этом году на приобретение такого жилья из регионального бюджета выделено полтора миллиарда рублей, еще 240 миллионов из федерального, что в два раза больше, чем в 2018. Однако сейчас только в трех муниципалитетах закрыли годовую квоту в Новороссийске, Ейском и Отрадненском районах. В основном это связано с изменениями в законодательстве. С 2019 года доля жилья для детей-сирот в одном многоквартирном доме не должна превышать 25%. Тогда не будут появляться жилые комплексы, где дома полностью заселены детьми, оставшимися без попечения родителей. На Кубани к новой системе лучше всех приспособился Тимошевский район. Муниципалитет получил 71 миллион рублей для приобретения 52 квартир. Есть сноски, на которые вы вполне можете опираться, для того, чтобы реализовать этот проект. Первое, это населенные пункты, где проживают менее 10 тысяч человек, вполне подходят под программу строительства жилья без ограничений. И второе, это дома меньше 10 квартир. Тимошевский район пошел по этому пути. Строит такой компактный городок для детей-сирот. Коллеги, денег хватает, земельный участок нашли, в сроке укладываются, контракты заключили. Спасибо, что вы обратили внимание на Тимошевский район. Они не только приобретают дома и строят эти дома блокированного типа, но и заключили контракты на приобретение будущей вещи. В Лобинский район уже третий год подряд приобретает жилье в таких домах. Из заключенных на сегодняшний день 27 муниципалитетами, 357 контрактов, мы видим, что 221 на приобретение, 96 на участие в долевом строительстве и 40 на приобретение будущей вещи. На совещании говорили и о промежуточных итогах ЕГЭ и ОГЭ. Здесь Кубань, как и в прошлом году, в списке лидеров страны. По 10 предметам из 12 результаты выше среднероссийских. В крае 298 стубальных результатов. 18 человек получили максимальную оценку своих знаний сразу по двум предметам. Однако есть и недочеты. Два муниципалитета, Анапа и Лобинск задержали начало процедуры тестирования девятиклассников. А в Армавире, Туапсе, Горячем ключе, Успенском и Староминском районах общественных наблюдателей было недостаточно. Заместитель губернатора поставила задачу в кратчайшие сроки исправить ситуацию.